В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Три года колонии. В суде Октябрьского района огласили приговор бывшему сотруднику сам ГТУ Ричарду Филиппу Бочиусу. Гражданина Великобритании обвиняли в хранении наркотиков в крупном размере. Подробности в нашем сюжете. Впервые силовики обратили внимание на гражданина Великобритании в августе прошлого года. Автомобиль, в котором ехали Бочиус и его знакомая Елена Станкевич, остановили полицейские. Обыскав машину, оперативники нашли почти 4 грамма гашиша, за что Бочиуса и Станкевич оштрафовали. Спустя несколько дней полицейские наведались в съемную квартиру иностранца, где, по данным следствия, в кармане его одежды было обнаружено еще более 30 граммов зелья. Бочиус утверждает, наркотики ему подкинули. Я не могу признаться в преступлении, которое не совершал. Я не виновен, я не признаю своей вины. Адвокат Бочиуса от общения с прессой отказалась. По данным следствия, ранее к уголовной ответственности иностранец не привлекался. Как говорит он сам, наркоманом не является, а просто иногда употреблял гашиш, чтобы расслабиться. За что теперь поплатился свободой. Было исключено приобретение, незаконное приобретение наркотического средства. Я полагаю, что в данном случае приговор законен и обоснован. В Самаре задержаны трое членов организованного преступного сообщества, которые торговали синтетическими наркотиками в Кировском и промышленном районах города. Это молодые люди, младшему из которых всего 20 лет. По данным наркополицейских, опасное зелье задержанные приобретали через интернет. Затем расфасовывали наркотик и продавали потребителям, делая закладки в разных местах. Их задержали с поличным. При себе и в квартире у одного из задержанных было 45 граммов спайса. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». У вас при себе имеются наркотические средства? В рюкзаке. Спайс? Да. И никотин в ванной. Только никотин или тоже спайс? И спайс в пакетике. 11 членам наркокартеля, которые на протяжении полутора лет торговали героином в Самаре, удалось легализовать более 270 миллионов рублей. Сейчас следствие устанавливает, куда именно тратились эти деньги. Самарских наркобаронов задержали за одну ночь в марте прошлого года. Дорогие машины, недвижимость, отдых за границей по несколько раз в год. На эти цели, по версии следствия, преступники потратили сотни миллионов. Наркокартель торговал героином почти полтора года и был одним из крупнейших в городе. Его членов задержали в марте прошлого года. Отравляя жизни сотням человек, эти люди сами наркотики не употребляли. Сами владельцы бизнеса в кавычках, назовем это так, все вели здоровый образ жизни, были спортсменами и свои наркотические средства не употребляли. Они постоянно увеличивали не только свою клиентскую базу, но и людей, которые занимались закладками, обещая им заработную плату в размере от 12 до 16 тысяч рублей в день. За все время наблюдения за бандой наркополицейские задержали более 20 рядовых сбытчиков героина. В день они продавали по полкилограмма, за что некоторые из них уже отправились за решетку. Сами организаторы наркобизнеса суда только дожидаются. Им грозят длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы. Ко всем обвинениям теперь прибавится и легализация денег, добытых преступным путем. Заплатить за то, чтобы стать инвалидом. Полицейские задержали 61-летнюю женщину, руководителя экспертной организации, которая, пользуясь служебным положением, вымогала у инвалида 200 тысяч рублей. Кругленькую сумму подозреваемая требовала за бессрочное присвоение мужчине третьей группы инвалидности. Женщину задержали как раз в тот момент, когда она получала деньги. Взятку ей передавали в одном из кафе Тольятти. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, совершала ли раньше задержанное подобные преступления. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается и подозреваемая дала уже первоначальные признательные показания. В Самаре продолжают разбираться в обстоятельствах пожара, произошедшего на улице Урицкого. Возле парка Щерса вспыхнул припаркованный внедорожник, принадлежащий члену Самарской региональной организации союза десантников Петру Троиглазову. Никто не пострадал. Причину пожара в течение 10 дней установит экспертиза. Сам владелец автомобиля происшествия пока никак не комментирует. Не исключено, что огонь мог вспыхнуть в результате поджога. Напомним, по этой причине в октябре прошлого года сгорела машина руководителя Самарского регионального союза десантников Виктора Калиничева. Мужчина, пытаясь потушить авто, погиб. Подозреваемых в этом преступлении пока нет. А вот автовладельцу из Тольятти повезло. Полицейские разыскали его угнанный автомобиль. Вазовскую Калину обнаружили в одном из гаражных массивов. Выяснилось, преступление совершил 48-летний безработный мужчина с подельниками. По данным полиции, автоугонщики могут быть причастны к серии краж. Возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка изъяли у задержанного отмычку, с помощью которой предположительно он осуществил преступление. Также в ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемого были обнаружены различные автомобильные узлы и агрегаты. По версии оперативников, мужчина вместе с подельниками на протяжении длительного времени осуществлял кражи автомашин. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.